Проект «Врачей без границ» в Гарабахе направлен на то, чтобы поддержать клинических психологов Министерства здравоохранения региона. После войны мы предполагали, что будет очень много людей, большое количество населения, которое будет нуждаться в психологической помощи. И наши специалисты выехали в феврале, чтобы помочь психологам справиться с наплывом пациентов. Бежешки, которые в Казма Герпучи 44-летвори в Пресеопатерия Азмитсетов, использовали свои образования и получивания Хогейбенской культуры, что не было ни захода в архе. В 1992 году, в Архе Хогейназаде Майказмагерпучи, когда Казма Герпучи измерили первые в течении, и наиболее затратились со счастливами. Когда организация работала в Нагоно-Карабахе от 1992, Мы обнаружили, что много больше людей, чем раньше, были уничтожены от туберкулоза. Это было в частности, потому что люди потеряли свои дома, они живы в очень плохом состоянии, с большими людьми в маленьких местах, и здоровые структуры были уничтожены от войны. Уничтожены от туберкулоза в регионе. Поэтому, как в 1997 году, организация начала проекты для пациентов с туберкулоза и использовала последние протоколы, которые создавали в регионе в регионе. Этот проект продолжил до 1997. В этом году, Казмакирпутина, который создавал последние протоколы, а также создавал последние протоколы. Как правило, сразу после войны у людей, переживших травму, может появиться так называемый посттравматический стресс. Это абсолютно нормальная реакция населения, нормальная реакция организма на травму, то есть на угрозу жизни, физическому и психическому здоровью человека. Как правило, данный стресс может пройти в течение шести месяцев. Опять же, если его не лечить, если усугублять ситуацию, то данный стресс может перерасти в посттравматическое стрессовое расстройство. Как правило? Я очень рад. Я очень рад. Я очень рад. Я очень рад. ... ... ... чтобы мы будем делать их. Я имею имя ассинь и нормальную энергию, они это во время, когда они идут за диверсию, мегов, есть еще один старый, где надо свои души, но такой способ, как они идут за диверсию, если они одежда в этом кладу, и, если, что они не дают, что мне делать это, Я не знаю, что я не могу работать, а я не могу работать. И я думаю, что я не могу работать, и я не могу работать. Я не могу работать. Я не могу работать. Такая задача, как мы занимаемся. На данный момент мы видим, что нет какой-то супер нужды. У нас есть и другие проекты, которые требуются участия. Поэтому возможно, что мы будем уменьшать наше присутствие и передавать данный проект другим организациям.